привет друзья товарищи канал покемоши лайф и все такое наконец-то мы можем дать вам то что вы так долго просили тепловоз марки чм и 5 ну не совсем тепловоз конечно всего лишь модель и не марки астерии и не дать я просто показать ролик с обзором данного аппарата что-то мы совсем за дизморалили видос а ведь он еще толком и не начался не будем разводить инсинуации лучше приступим таром а вот и посылка где по легенде должен находиться уважаемый тепловоз чм и 5 система готова к вводу данных после распаковки пациента мы получили прекрасный журнал еще более прекрасного пациента и конечно же открытка распаковка не завершена да-да-да-да сейчас сейчас распаковка завершена нос начнем ребят он такой здоровый классно забыли мы же сначала должны печатную продукцию освоить а потом модель так ребята журнал номер 16 чм и 5 наша поезда от компании модемию на картинке изображена какая-то крупная станция и старина чем опять за номер 004 куда-то вытягивает вагоны три раздела по традиции появление серии испытания и эксплуатации а также что-то там про вокзала пациент тепловоз чем опять в щербинке на кольце значит получается 004 машина и испытывалась щербе по типу чертежа и указаны основные размеры всего было построено 12 тепловозов знаем мы же делали про эти машины полноценный ролик видите 87 год тепловоза поступили в депо влюблено а в 97 году его уже списали опять выставка железнодорожный транспорт 86 а рядом стоит наверное час 8 оригинальные конструктивные решения по традиции технические характеристики машины некоторые описания конструкции и конечно фотография мы эту фотографию ни разу не видели еще вот показан фрагмент тележки нашего пациента вот они работы мастера гампса та же самая фотография с разворота но тепловоз уже 004 и вот он тащит полу вагоны причем имеется электрификация но электрификации постоянным током это видно вот по таким двойным тарелкам изоляторов красивая картинка от мадимео окне в довесок имеется вот такая открытка наша поезда выпуск 16 и посмотрите ребят какая красота раздел испытания и эксплуатации вот видите сектранзе и глория мунди так проходит мирская слава 96-ой год очмо 3 уже полностью разокомплектованы там 7 будут поступать на предприятия промышленного транспорта а чем опять должны были идти в мпс видите какая штука и вот опять та же фотография которую мы видели на развороте следующий раздел про вокзала что же это за вокзал вокзал царицына сколько до москвы 0 километров это московский вокзал а здесь вангуем заметка алексея вульфова и точно алексей вульфов рассказывает также про вокзал царицына немножко реклама новая журнальная серия первые открыватели и путешественники россии а на четвертой странице обложки конечно же чс-2 машина которую мы уже обозрели на канале причем два раза это номер 17 опять-таки нам предлагается собрать всю коллекцию 50 ежемесячных выпусков истории дорог правильный масштаб бесплатная доставка при подписке и рельса подставка со скидкой ну что же друзья товарищи по-видимому нас ждет захватывающие чтиво этого журнала а сейчас наконец-то переходим к модели известно что чем опять это скажем так дальнейшее развитие тепловоза в серии чем и 3 но если чем и 3 машина шестиосная то чем и 5 имеет уже 8 осей если чем и 3 располагает 6 цилиндровым дизелем к 6 с 310 dr то чем опять имеет уже 8 цилиндровый дизель к 8 с 310 dr пожалуй стоит отметить что чехословацкие фермеры еще в 1969 году задумали таки модернизировать чем и 3 до восьмиосного экипажа эту машину хотели назвать чем а 4 но по итогу получился тепловоз чем и 3 м который очень сильно напоминал чем и 3 и имел таки 6 осный экипаж и работа по созданию восьмиосного тепловоза были на много лет отодвинуты в сторону и первые машины чем и 5 увидела свет лишь в июне 1986 года тогда зовут локомотивка соколова построил первые два локомотива этой серии чем опять 0 0 0 1 и 0 0 2 во многом расположение оборудования нашего пациента повторяет предыдущую серию чем и 3 кстати также произведенную компанией модеме у имеется сходные люки для дизеля имеется лю для компрессора имеется секции холодильника имеются железе для ариостатного тормоза еще дополнительные монтажные люки на крыше выпускная труба и чудо мы видим отличие вот они крышки песочных бункеров одна крышечка и вторая соответственно песочные бункера также как и на чем и 3 располагается вот здесь в торцах капота но что это в середине около кабины имеется еще дополнительный личок и тоже надо полагать для песка получается скорее всего запас песка на этом тепловозе больше чем на чем и 3 хотя по отзывам машинистов которые испытывали и эксплуатировали эти машины в том числе из до полю блинов сортировочная куда и поступили первые два тепловоза машина-то практически не боксовала и надвигала на горку очень-очень тяжелые составы весом до 8000 тонн одной секции чем опять это конечно солидно в целом крыша достаточно традиционный для компании модем его каких-то особых изысков здесь нету все элементы крышевого оборудования выполнены одной деталью хотя обратите внимание вот эти лампочки которые указывают на местонахождение машиниста при работе в одно лицо имеет уже красную точку в отличие от того же чем а 3 где они выкрашены в серый цвет но где же тифоны спросит дотошный зритель тифоны с крыши переехали вот сюда над дверью кабины один тифон здесь и один тифон здесь на самом деле как нам представляется это крайне крайне спорно техническое решение слов нет с одной стороны их конечно же гораздо удобнее обслуживать встал на палубу и откручивай закручивать и фон меня мембрану делай что хочешь хотят снега прочищать но что же локомотивная бригада машинист находится здесь и вот эти две дуры будут на духом гудит до концу смены 12 часовой головушка ты будет чугуниевая известно что тугоухость это профессиональное заболевание локомотивных бригад как по нам тифоны должны быть где-нибудь здесь или может быть здесь ну или хотя бы здесь но никак не здесь переходим к кузову вообще чисто архитектурно эта машина сильно напоминает тепловозы м7 выпускаемые с 1975 года то есть получается еще раньше чем чем опять людиновским заводом такой же длинный как собака передний капот довольно таки длинный задний капот и подвеска кузова тележки при этом как мы уже сказали задумка то изначально была такая что тепловозами тем 7 будут снабжаться прежде всего промышленные предприятия а машины чем опять пойдут на пути мпс но как водится что-то пошло не так и звезда чем опять так и не зашла переходим к капотом на машине имеется очень широкие двери примерно в два раза шире чем на м3 очень хорошо проработанные жалюзи показаны петли дверей даже вон вертушки выступ натягу им генератором со своими петлями и крепежом сымитированы заводские таблички вот прямоугольные и сама круглая табличка чека ты когда появятся декали скорее всего будут разные номера можно будет их сюда приклеить поглядим на машину с торцов здесь нас поджидает некоторое отличие вообще прожектор на этом тепловозе просто огромен заключен вот такой прямоугольный короб пуферные фонари отдельно белый и отдельно красный выполнены всего лишь одной деталью вместе с капотом смотрите никаких отдельных стеклышек просто покрашена серебряночкой и красным цветом впрочем если посмотреть на чем и 3 то у него все таки имеется фонари с отдельными стекляшками хотя они явно большего диаметра чем на пятерке сзади практически то же самое отличие только по поручням в целом капот производит также благоприятные впечатления очень аккуратно крашен теперь по поручням некоторые покупатели критиковали поручни дескать они очень тяжелые но посмотрите сами визуально поручни не производят впечатление какой-то тяжеловесности впереди вот такой фигурной формы эти поручни смотрите сзади поручни еще более суровой формы имеет вот такие подвижные элементы и саму площадку это все необходимо для работы по системе многих единиц вот начмотри поручни действительно были несколько большего диаметра впрочем и даже можем их замерить смотрите ребята это штангенциркуль шаци-1 причем еще советский гостовский черт знает каких бородатых годов он способен мерить диаметры как внешне так и внутренне видите имеется даже глубиномер этот аппарат способен мерить диаметра или просто толщину до 1 10 миллиметра давайте же замерим диаметр поручни на тепловозе чем и 3 0,9 миллиметра теперь посмотрим машины чем и 5 в любом месте берем поручень 0,6 вы видите на две трети поручни стали тоньше чем на чем и 3 это тоже прогресс переходим к кабине в целом кабина также напоминает такую же кабинку тепловоза тэм 7 по сравнению со всей машиной выглядит очень маленькой но ничуть не меньше чем на машинах м3 при этом внутри довольно таки просторно на всех машинах также и на модели нанесены рыбра жесткости а внутри друзья товарищи посмотрите имеется вот такой пульт можем посмотреть увеличивал к и видно вон там и сидуха и пульт и даже на пульте сымитировано что-то наподобие контролера машиниста вон даже обратить внимание на палубе предусмотрена треугольная косынка как настоящих тепловозов сейчас мы перейдем к экипажной части но перед этим посмотрим еще на торцы наших героев а здесь модель проработана очень классно автосцепки подвижные такая же классная детализация большой малой зубью показан концевой рукав тормозной магистрали а рядом с ним концевой кран правда в отличие от электрооза чс-2 концевой кран здесь черный имитация болтовых соединений и вон там виднеются огромные швеллера на которых крепится путь очиститель ну что же переходим к экипажной части фишки этого героя у нас имеется по факту четыре двухвостной тележки которые соединены вот такими промежуточными рамами главная рама кузова опирается через специальные витые пружины вот такие пружины здесь еще имеется гидродемпферы на каждой стороне опирается на вот эти промежуточные рамы а промежуточные рамы в свою очередь концами крепятся вот на эти балансиры двухвостных тележек причем здесь еще задействованы вот такие огромные надо полагать тоже гидродемпферы задней тележкой все то же самое проработка очень качественная под некоторым углом располагаются тормозные цилиндры один цилиндр здесь один цилиндр там и такое расположение цилиндров совершенно нетипично для тепловоза в серии чмы под главной рамой нашего героя установлены вот такие главные резервуары длинный цилиндр здесь и здесь и вон там видна центральная балка вот этой главной рамы имеется вот такая тормозная рычажная передача с имитированной колодки радует что бандажи покрашены белой краской колесики крутятся крутится очень легко кстати в отличие от чем и 3 у которого колеса крутились затруднительно вон даже смотрите с имитированы специальные цепочки с этой и с этой стороны это добавляет реализм тепловоза здесь какие-то тяги надо полагать выравнивающая тяга чтобы выровнять вот эти двухвостные тележки после выхода из кривой имитация тяговых двигателей на этой машине весьма условно кстати тяговый двигатель на этом тепловозе серии т.е. 009 почти такие же как и иначе м3 но в отличие от тройки они имеют больший крутящий момент тележка разборная соответственно ее можно еще и апгрейдить топливный бак суров и брутален с имитированы две пробки с этой стороны можно видеть топливомерное стекло а сам топливный бак как и учим и 3 рассчитан на 6000 литров а что же приемные катушки нашего героя приемные катушки а велосин тут как тут на этих кронштейнах между пути очистителя бы тележкой с одной и с другой стороны только для наших зрителей и только на нашем канале мы достали вот такой прекрасный журнал электрическая тепловозная тяга 11 номер 90 года спросите что общего у него с этим журналом а мы вам скажем смотрите на это тарам новая техника чем опять эта машина экспонировалась на выставке железнодорожный транспорт надо полагать 89 сзади можно видеть чем и 3t тут какая-то неведомая автоматрица напишите если помните или знаете ее серию и собственно вот у наш герой 002 вот это реальная фотография от 89 года и вот модель уже 2024 года эдакая связь поколений здорово правда пользуясь случаем предлагаем немножко познакомиться с этим прекрасным журналом как минимум три электровоза vl-22m тянут целую кучу полу вагонов а вот здесь судя по окрасу стоит электровоз vl-10 у бурят и премии кривоноса вот увидите интересный заметка откуда сидя на у машиниста всякие тут такие штуки документальные очерки всевозможные традиционная рубрика тех лет в помощь машинисту ремонтнику и здесь рассказывается о семерке устранение неисправности в электрических цепях в одном из журналов значит должна была быть электрическая схема цветная про vl-11 тоже неисправности как устранять как уехать с перегона и чс-4t неисправности в электрических цепях крышевое оборудование бла-бла-бла главный включатель и смотрите контакторная защита на электровозе чс-2 афигеть дизель d100 станет работать еще лучше да куда уж лучше друзья мои статическая развеска электровозов автоматизированная система диагностирования эффективность рекуптора тише цистерна для перевозки кислоты и тогда вот такой прекрасный журнал который тоже рассказывает о нашем сегодняшнем герое ну что ж нам осталось поставить этот тепловоз на рельсы и посмотреть как он катится рельсы они тут как тут вот наш герой у которого колесная пара уже крутится смотрим будут они также крутиться стоя на рельсах вот него поставили на рельсы в принципе крутится смотрите нормально так рядышком надо поставить чима-3 тарам очень мухи колеса хуже крутится но там наверное тоже их можно немножко ослабить они будут крутиться лучше но данный момент вот так вот он просто скользит нам очень хочется чтобы мы демио сделали модель тепловоза чем а-2 ставьте лайк если вы тоже разделяете это мнение и так подведем итоги друзья товарищи очередная модель от мадимео но в этот раз совсем не массовая практически штучная серия представлена нашему вниманию безусловно это правильно поскольку только сейчас появилась возможность купить себе причем заменяемые деньги эту весьма интересную машину да еще с трагической судьбой собственно два вопроса уважаемому зрителю во первых ваше мнение по модели хороша ли чертовка или имеется изъяны которые мы не заметили и второй вопрос кто круче чем 5 или тем 7 критерии вашей оценки могут быть самыми разными вплоть до предпочтений в окрасе локомотивов спасибо большое оценивайте ролик подписывайтесь на наш канал а еще на канал в телеграмме который называется также покемоши лайф и куда мы также будем заливать ролики еще раз всем спасибо за просмотр всем удачи и до новых видео